Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире информационная программа новостей. Добрый вечер, уважаемые телезрители! 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 принимает участие и млад, и стар. Так работники Управления эксплуатации дорог города Душанбе организовали традиционный хашар, то есть всем миром. Высаживали деревья по рекомендациям и советам специалистов сферы. На площади 21 тысяча квадратных метров произведена посадка многолетних цветов. На площади свыше 2 тысяч квадратных метров зимние сорта цветов. А на площади 2570 квадратных метров мы произвели посадку голландских тюльпанов. Используя имеющиеся возможности и ресурсы, учитывая климатические условия в городах и районах республики, принимаются необходимые меры по расширению посадки и выращиванию саженцев, укреплению деятельности хозяйств, занимающихся выращиванием саженцев, широкому использованию научных достижений и передового опыта в процессе производства и выращивания. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение, Таджикистан. По последним данным, число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в одном из отелей в центре столицы Индии Нью-Дели, достигло 17, трое пострадали. Четверо военнослужащих погибли при крушении вертолета в предместях Стамбула. В России для профилактики гриппа и ОРВИ полностью закрыты свыше 4 тысяч школ и детских садов. В канадской провинции Антарио сотрудники местной полиции освободили более 40 граждан Мексики, живших на фактическом положении рабов и вынужденных заниматься уборкой помещений. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. По последним данным, число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в одном из отелей в центре столицы Индии Нью-Дели, достигло 17, трое пострадали. Пожарным удалось спасти из горящего здания 34 человека. Большинство погибших скончались от удущей. Еще двое погибли, выпрыгнув из окна в попытке спастись. Четверо военнослужащих погибли при крушении вертолета в предместях Стамбула. Военный вертолет упал в жилом квартале Чек-Мекьёй, совершая вынужденную посадку. При этом жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать. Причина крушения пока неизвестна. Прокуратура Стамбула начала расследование инцидента за три месяца. Это уже второе подобное ЧП в Стамбуле. В конце ноября при совершении учебного полета на жилой район упал военный вертолет. Четверо солдат турецкой армии, находившиеся на борту, погибли. Гавайи накрыло снегом, а волны в море достигают 20 метров. Местами затоплены набережные. Жители опасаются наводнения. Сопровождается всё порывистым ветром. По последним данным Национальной метеорологической службы, он свыше 190 км в час. Непогода на северо-западе США держится уже несколько недель. Особенно тяжёлая обстановка сейчас в Сиэтле. Там выпало 36 сантиметров снега. Такого в городе не было более 30 лет. В России для профилактики гриппа и ОРВИ полностью закрыты свыше 4000 школ и детских садов. Дети переведены на дистанционное обучение. Эпидемические пороги в стране сейчас превышены в 48 субъектах. В Приморье период заболеваемости начался раньше срока. Из-за пневмонии там скончались 10 человек. В канадской провинции Антарио сотрудники местной полиции освободили 43 гражданина Мексики, живших на фактическом положении рабов и вынужденных заниматься уборкой помещений. Полицейская спецоперация по освобождению современных рабов была проведена в городах Барри и Васага-Бич. Обвинения в торговле людьми пока никому не предъявлены. Местные власти просят граждан сообщать, если у них есть информация о подобных случаях эксплуатации. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу о развитии событий в 20.30. Будьте здоровы!